Привет, друзья! Сегодня поговорим о нескольких продуктах для губ от компании Christian Dior, которые мне подарили недавно. Здесь две помады и два соответствующих карандаша. Хочу всё это примерить. Посмотрим, как вообще идут они мне или нет. И, конечно же, хочется поделиться своим мнением, ощущением от этих продуктов. Друзья, если вам интересно, то оставайтесь. На самом деле, раньше к такому явлению, как помады, я относилась более чем прохладно. Предпочитала им разные бальзамы для губ блески, желательно прозрачные, ну или с минимальной пигментацией. Хотя, да, мне очень нравятся цветные губы и цветные помады, но мне всегда казалось, что в носке они требуют повышенного внимания. А я, как человек с гипербыстрым, активным образом жизни и, ну, очень много разговаривающей по роду своей деятельности, просто технически не могу за всем этим уследить. Ну и, конечно же, не могу себе позволить, чтобы ни с того ни с сего помада на моих губах посреди дня стала бы выглядеть как-то непрезентабельно, некрасиво. Забилась бы в складочки, скаталась или вот эта ужасная белая полоса вообще, как в ночном кошмаре. Но перед Новым годом посетила меня одна совершенно гениальная, на мой взгляд, но очень опасная идея. Мне захотелось в своем новогоднем макияже увидеть очень яркий, выделенный рот. Но при этом я решила не прибегать к классическому красному цвету, потому что вообще весь мой новогодний наряд был выполнен в весьма классическом стиле. Я даже делала по этому поводу видеоролик, возможно, вы могли его видеть. И украшения тоже были классическими, из обыкновенного белого жемчуга. В общем, если бы я еще надела красную помаду, это было бы вообще банальщина, клише-клише-клише и дико неинтересно. Мне захотелось помаду оттенка более винного, уходящего, если очень грубо говорить, из красного в фиолетовый. И вот тогда я уже знала, что смогу выбрать кое-какие подарки для себя из декоративной косметики. И прочитала очень много положительных отзывов именно на эту линейку помад от Dior. От Dict Lipstick она называется. Кстати, да, все, что я вам покажу сегодня, я сама выбирала для себя, но оплачивала это не я, это все были подарки. И я даже каким-то образом через монитор в интернете уже выбрала, как мне казалось, совершенно подходящий для себя цвет, такой сливовый. В общем-то, когда я померила его на себя в реале, естественно, с карандашом, подходящим для него, мне показалось, что он просто потрясающий, это прям то, что я хотела. Но в качестве альтернативы для меня предложили вот этот цвет, Stiletto, оттенок, уходящий в более коричневый, более бургундский. И я поняла, что к моему цвету волос, к моему оттенку кожи он подходит куда больше. Друзья, мне кажется, что он действительно здорово смотрится. Фишка этих помад, кстати, не знаю, хорошо это будет для вас или нет, решайте сами, в том, что они все-таки полупрозрачные. Это помады блески. И для того, чтобы получить очень яркий результат на ваших губах, вам придется подобрать соответствующего оттенка карандаш, закрашивать им всю площадь губ, только сверху наносить помаду. Ну а дальше давайте поговорим о плюсах, потому что их, на мой взгляд, конечно, бесконечное количество. Во-первых, самый главный плюс, как мне кажется, в том, что эта помада не только не подчеркивает шелушение на ваших губах, но и напротив, их каким-то мистическим образом визуально скрадывает. Наверное, вы только что видели, как эта помада смотрится вблизи на мне, и я признаюсь вам честно, друзья, сейчас мои губы переживают свои не самые лучшие времена. Потому что у нас в Москве две недели подряд был минус 20 мороз, и да, я стараюсь как можно чаще накладывать питательный бальзам на губы, делать скраб настолько часто, насколько это возможно. Но я очень много разговариваю по телефону на улице, поэтому мне сложно поддерживать губы в великолепном состоянии. Друзья, в общем, мое резюме по этому поводу такое. Если вы хотите выбрать яркий оттенок помады на зиму, а всем нам известно, что яркие оттенки часто подчеркивают вот эти всякие недостатки на губах, то вы абсолютно точно можете выбирать помаду из этой линейки, и это будут невыкинутые деньги. Ну, я не буду останавливаться подробно на таких вещах, как текстура, потому что очень сложно представить люксовую помаду, какую-то ненежную и неприятную по своим ощущениям. Расскажу вам о ее стойкости все-таки. Друзья, эксперимент с новогодней ночью показал. Как вы понимаете, мы очень много ели, очень много пили, пели караоке, в общем, все, что я делала ртом этой ночью, совершенно никак не повредило стойкости моей помады. Я могу сказать так, я ее нанесла и забыла, и все. Она продержалась всю новогоднюю ночь, вплоть до 9, наверное, утра, когда мне все-таки пришлось умывать макияж. Она никуда не скаталась, не образовала вот эту вот страшную белую полосу, которую я так сильно боюсь. Оставалась на своем месте, поэтому, да, друзья, здесь результат, наверное, на 10 баллов из 10. Ну и, как вы уже поняли, одной помады дело не обошлось. Подобрала я также для себя вторую, но тут выбор не был каким-то экстраординарным, непредсказуемым для меня. Напротив, очень универсальный оттенок, 553 номер, здорово называется, принцесс. И подходящий для нее карандаш для губ, но не тон в тон, а такой оттенок розового, уходящий в какой-то кислотно-морковный, для того, чтобы можно было усилить эту помаду. Но, друзья, я хочу сказать, что этот оттенок из тех, которые мне больше нравятся безо всякого карандаша для губ. Выглядит он так, как это, свои губы только краше. Передает он им, знаете, подходящее слово, не румянец, а получаются, в общем, очень здоровые наливные губы. Не зацелованные, перецелованные, а именно очень красивые, такие радостные, летние, страстные губы. Потрясающий вариант, подходящий, мне кажется, как для зимы, так и для более теплого времени года, подходящий к абсолютно любой одежде, какой бы наряд вы ни надели. Эта помада вас украсит, потрясающий влажный глянцевый финиш и огромное количество микрошиммера, который, однако, переливается очень красиво, сияет только в искусственном освещении. В качестве еще одного плюса этой помады могу назвать то, что можно накраситься ей ровно, даже с закрытыми глазами, но желательно попасть все-таки в зону рта. Потому что она полупрозрачная, и здесь это как раз огромный плюс. Вот такое получилось видео, ребятки. Еще, мне кажется, я должна принести свои извинения за камеру и совершенно непутевое освещение сегодня. Такое ощущение, что перед тем, как я села снимать видеоролик, они что-то поругались, совершенно не хотят сотрудничать. Как я поняла, в течение съемки освещение поменялось раз пять, такого практически никогда не бывает. Но простите их, пожалуйста, я постаралась сделать так, чтобы во всех стратегически важных дублях цветопередача была максимально корректной, реалистичной. И, друзья, расскажите мне, пожалуйста, о ваших любимых ярких помадах. И особенно интересно было бы послушать о ваших любимых помадах в сегменте масс-маркет, которые покорили вас своей стойкостью или своим качеством. Но если вам, как и мне, больше нравятся люксовые, то обязательно расскажите мне, какие. Потому что мой предыдущий опыт сотрудничества с люксовыми яркими помадами был очень даже плачевным. Сейчас вкратце расскажу. В начале прошлого лета, по-моему, в мае месяце, я даже снимала по этому поводу видеоролик, я купила очень классную, ярко-ярко насыщенно красную помаду от компании Givenchy, осталась ей на 100% довольна. После чего я решила, что, наверное, все помады от Givenchy будут невероятно крутыми. И купила еще две из другой линейки. Одну ярко-неоново-фуксиевую, другую, очень даже нейтрального оттенка, она, по-моему, так и называлась, ньют. И вы представляете, что ни одну из них я так и не смогла носить, это просто выкинутые на ветер деньги оказались. По своей текстуре, структуре на руке было одно, на губах оказалось совершенно другое. Она страшно губы сушила и подчеркивала все-все складочки, даже на практически идеальных летних губах. Ну вот так вот, я промахнулась, потом я подумала даже, что может мне помады попались какие-то просроченные. Шо, классно сказала. Если говорить о тех продуктах, которые я показывала сегодня, эту линейку я абсолютно точно могу порекомендовать. Мне кажется, что помады Mono очень даже увлажняют губы. Конечно, если вниз вы будете накладывать карандаш, то ни о каком увлажнении речь идти не может, но мне кажется, что, по крайней мере, вся эта конструкция их не сушит. Друзья, за Симу прощаюсь. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Надеюсь, что вам было интересно и увидимся в следующих роликах. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok